До выборов президента осталось чуть больше семи месяцев и в ЦИКе уже заговорили о новых ограничениях. На последнем заседании комиссии было озвучено предложение запретить частным телеканалам во время агитационной кампании размещать ролики и сюжеты о кандидатах. Автор идеи, член Центра избиркома Гульнара Джурабаева, говорит, таким образом она хотела защитить интересы зрителей и обеспечить равные права всем кандидатам. Справедливая борьба предполагает равный объем выделяемого времени и доступ к телеканалам не должен зависеть от уровня финансовой обеспеченности кандидатов. Соответственно, это означает, что, возможно, вообще мы не должны оплачивать доступ к эфиру. А что это означает? Что это можно сделать только на тех телеканалах, которые финансируются из бюджета. То есть логика была связана с этим. Второй момент, он был связан уже с теми нареканиями, которые звучали со стороны избирателей и гражданского сектора в ходе выборов 2015 года, когда было такое засилие и обилие политической рекламы и агитационных материалов, что избиратели не могли просто один на один остаться, чтобы сделать какой-то более осознанный выбор. И что удивительно, большинство членов Центра избиркома эту идею поддержали. Несмотря на то, что подобное решение фактически монополизирует рекламный рынок на период выборов государственными СМИ. Атыр Абдрахматова – единственная, по ее словам, из членов ЦИК, кто проголосовала против этого предложения. По ее мнению, нет никаких оснований подозревать частные каналы в несоблюдении правил агитации. Введение же запрета приведет лишь к нехорошей тенденции. Отдать это все на откуп гостелерадиокомпаниям, либо общественным телерадиокомпаниям сейчас у нас преждевременно. И это на самом деле приведет к тому, что сейчас мы начнем с телерадиокомпаний, завтра это коснется газет, потом это коснется интернета, а потом скажут, извините, давайте, у вас не должно быть агитаторов. В той же Японии, к примеру, запрещены такие большие мероприятия, собрания, кандидаты ездят и встречаются на местах. Но в этой же Японии у кандидатов тот же избирательный залог очень большая сумма, то есть не так, как у нас. И там количество депутатов и так далее, все по-другому. И географическое, особенно экономическое, и самое главное, ментальное содержание в Японии другое, чем у нас. Сами частные телекомпании восприняли предложение членов ЦИК крайне негативно. Для негосударственных СМИ реклама – это единственный способ дохода. А запрет может отразиться негативно не только на доходах компаний, но и на формировании нового контента. Одних госканалов недостаточно. И у них аудитория также ограничена. Поэтому, наверное, сейчас в этом ключе нужно рассматривать, что задача государства – как можно шире информировать, как можно шире донести до каждого избирателя, до каждого гражданина порядок и действие внедрения вообще вот этого выборного, предвыборного процесса. И в этом случае частные телеканалы играют очень ключевую роль. Официально этот вопрос Центр избиркомам еще не внесен. И до президентских выборов его вряд ли удастся принять. Даже при большом желании, говорят в ЦИКе. По словам главы ведомства, сейчас Центр избирком больше нацелен на то, чтобы предоставить максимальные возможности для агитации. Я считаю, что избиратели, граждане должны получить максимум информации о тех кандидатах, которые идут на выборы. Равность она в расценках, оплаты за предоставление этого времени в объеме. Время выхода тоже очень важно, может быть, для кандидатов. И мы, конечно, как организатор выборов, мы будем строго следить за тем, чтобы частные телеканалы соблюдали эти требования. Руководители частных компаний надеются, что Центр избирком откажется от своей идеи. В противном случае СМИ заявляют, что намерены отстаивать свои права. Если потребуется, телекомпании готовы обратиться с исками в суд. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.